Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Ляо-Ян, 24-25 июня Ляо-Ян опустел главная квартира в Дашичао. Войска ушли, одни на юг, другие на восток. И с юга, и с востока каждый день доходят сведения о стычках. Раненых несут на носилках, везут на двуколках, провозят в поездах. Чувствуется во всем, что надвигается что-то. Очевидно, японцы хотят воспользоваться коротким периодом, остающимся до дождей. Три дня всего были дожди, 17-го, 18-го, 19-го, но след этих дождей и до сих пор. И до сих пор стоят лужи, где лошадь вязнет выше колен, да и дороги, собственно, больше нет. Глубочайшие рытвины, хотя и просохли, но как тормозами держат колеса. Эти рытвины от китайских двуколок. Эти двуколки от китайских законов. Никто, кроме Багдыхана, не смеет ездить на четырех колесах. И вот полумиллиардное население ездит на двух колесах. Колеса эти, выдерживая каждое двойной груз, должны быть массивны. Благодаря массивности колея. А благодаря колее еще большая массивность колеса, иначе сломится. И ломаются наши русские двуколки, и не ломаются китайские. Но их колеса зато тяжелее лафетов. Четверо животных по этой грязи везут два мешка муки. Паденная плата такой двуколки в эти дни дошла до 15 рублей. Но дожди шалей только три дня и с перерывом. Но они будут идти два месяца. По нескольку раз в сутки. Тогда почва превратится в кисель, и не будет никакого проезда. Прерываются зачастую в это время проезды по железной дороге, с постоянными мостами и исправленными, сообразно выяснившимся во время нескольких лет эксплуатации, климатическим условиям. Всякая же временная дорога во время дождей обречена на бездействие, потому что временные мосты зальет, а поднимать мосты и полотно до нормы – это работа уже не месяцев, а годов. Всякая начатая временная дорога в период дождей заканчиваться не будет. И если нет в распоряжении постоянных дорог или воздушных, то есть проволочных, то в этой стране воды и гор в период дождей, кто где стоял, тот там и останется. Какой запас пищи, фуража, снарядов был, тот только и останется. Вернее, тот и будет только к услугам осажденных природой. У нас существует постоянная дорога, а у японцев – никакой. Эти дни у них провоз на 100 верст превышал 10 рублей с пуда. Перевозка раненых обходилась общинам по одному рублю с версты. И все-таки корм подвезти не могли. Взятые в плен японцы удостоверяют, что голодают в пятый день. Запасов в лагерях никаких. Готовятся пять лет к войне и не знают, что дорожная техника уже выработала тип воздушной дороги, которая стоит сравнительно пустяки и не боится ни воды, ни гор. Заказанная своевременно на заводах, такая дорога не требует и времени, а что касается перевозки, то может перевозить больше нескольких временных дорог, вместе взятых, и больше даже постоянных дорог, потому что может перевозить в год больше 100 миллионов пудов. Такое количество груза может перевозить, например, только десятки лет устроенная Николаевская дорога. Но ее верста и стоит 200 тысяч рублей. А китайская дорога стоит 15-30 тысяч рублей верста. Теперешнее удаление японских войск от морской базы составляет около 100 верст. Следовательно, потребуется максимальный расход в 3 миллиона рублей. Если же возьмем всевозможные разбитвления и положим их равными основной длине, то получим 6 миллионов рублей. На армию в 300 тысяч? Весь фураж, провиант, снаряды, весь груз с больными и ранеными в сутки, если принять в 100 тысяч, если считать максимальный расход полкопейки с пуда и версты, потребовалось бы 6 месяцев. Срок большой, когда война уже началась. Как бы то ни было, но теперь у японцев два выхода. Или до дождей отступить к морю, или до дождей пробиться к какому-нибудь питательному пункту. Этот пункт Инкоу. А путь к нему – Дашичао, с веткой на Инкоу или Ляоян, соединенный с Инкоу рекой. Инкоу в отношении продовольствия пункт вполне обеспеченный. Не то, что на несколько сот. Продовольствия в нем хватит на несколько миллионов людей. Ведь это главный пункт всей торговли, внешней и внутренней. И сплав хлеба со всей Маньчжурии. Мы даже сено получаем из Инкоу. Для нас, имеющих дорогу в Инкоу, дожди – полгоря. А если принять во внимание, что эти дожди не будут мешать прибытию наших новых подкреплений, то дожди эти при нашей теперешней позиции нам даже на руку. Но положение японцев, как видим, иное. Была надежда, что японцы уйдут к морю. А по всеместному отступлению японцев было даже извещено телеграммой командующего. Это было 17 июня, то есть, когда начались дожди. Очень может быть, что дожди выяснили японцам невозможность отступления и во время дождей. И вот теперь, когда просохло и когда до настоящих дождей еще остается некоторое время, японцы переменили намерение и решили, очевидно, какой бы то ни было ценой опробиться к ближайшим питательным пунктам. К какому из них? Даши Чао? Ляо Яну? Или к тому и другому? Другими словами, в чем их план? Отрезать нашу армию от Харбина или укрепить за собою сообщение Кореи с Квантуном, заодно и продовольственный пункт Даши Чао и Нкоу? Я руководствуюсь общей логикой. Обходное движение при наличности обеих армий – препятствие очень и очень рискованное, а японцы избегали до сих пор всего, что связано с риском. Слишком избегали, слишком были осторожны, иначе и флот, и самый порт Артур могли бы, может быть, быть захвачены ими вначале. А ведь тогда рисковать приходилось сравнительно немногим. Десятка два лишних броненосцев, корпус тысяч в пятнадцать человек. А теперь на карту поставится все и без надобности, потому что японцам, вероятно, уже ясно, что всей Маньчжурии им не овладеть, так как не хватит им войска, чтобы окружить надежным кольцом нашу армию. Совершенно другое стремление с их стороны сохранить связь двух армий – корейской и квантунской, и попутное овладение линией Дашичао-Инкоу. Я думаю, это все, чего желают японцы, и дальше они не пойдут. Их движения на Хайчен, Ляоян, Мукден – все это только отвод глаз, непосильная уже для них задача. И какая надобность им менять свои горы в Дашичао, где у них и горные батареи, где они как привычные козы на долины Хайчена, Ляояна, Мукдена, и где напротив мы можем оказаться хозяевами. Это, конечно, слишком смело со стороны неспециалиста высказывать все эти соображения, но я повторяю, руководствуюсь общечеловеческой логикой. Мне просто интересно хотя бы выяснить следующий вопрос. Каково соотношение общей логики со специальной? Когда вы будете читать эти строки, то, что теперь неизвестно, уже будет свершившимся фактом. И вот я думаю, что этот факт выяснится в том смысле, что цель японцев – Дашичао, а все остальное – отвлечение. И вот почему. В силу всего сказанного неизбежно серьезное сражение, так как и для нас Инкоу имеет громадное значение, да и усилились уже мы настолько, что, вероятно, сможем попытать счастье и дать серьезный отпор. И в случае нашего успеха результат будет тот, что, отступая, армии Куроки и Оку должны будут разделиться опять, и против каждой будет вся наша армия. Приехал знакомый офицер и сообщил, что результат двухдневной перестрелки под Гайчжоу 24 и 25 июня тот, что японцы потеряли около тысячи человек. Мы потеряли в несколько раз меньше, хотя и был очень опасный для нас момент, когда японская артиллерия начала обстреливать нас с фланга на мосту южнее Гайчжоу на 10 верст. Мы отступаем за Гайчжоу. Личное мнение офицера таково, что мы отступим до разъезда между Гайчжоу и Дашичао и укрепимся около разъезда ближе к Дашичао на позиции сравнительно недурной. Но я помню эти места. Очень узкая долина и кругом горы, с которых японцы легко могут бить нас, как хотят. Ну, не так уж это просто. Конечно, для ауянской оппозиции сподручнее, так ведь не мы, а они выбирают. Но как разместятся две армии в этих теснинах? Ну что ж, это отвечает современной тактике. Как можно меньше фигур в сражении и как можно больше иметь их в резерве. Это тактика, а стратегия обратна. Объявляя войну, надо двинуть на театр военных действий сразу побольше. Тогда и успех быстрый, обеспечен, и дорогое выйдет на дешевое. Между Харбином и Ляояном 24-25 июня Последнее известие 8 июня с июга – то, что мы не даем решительного сражения под Гайчжоу и отступаем к Хайчену. И общий голос таков. Каждый отсроченный день дает преимущество нам и ослабляет японцев. Во-первых, подходит подкрепление к нам. Во-вторых, более неизмеримо, более выносливый русский солдат утомляет и энервирует все больше порывистого, но слабосильного японца. Говорят, все дело здесь в машине, показывают на живот. Может много топлива закладывать. Машина сильная. А японец и китаец из своей горсточки рису многого извлечь не могут. «Напрягутся, но надолго не хватит!» Так рассуждают офицеры. Солдаты ни о чем не рассуждают. Но от наших отступлений решительно не падают духом и не теряют ни на мгновение уверенностью, что победа останется за нами. Это факт, которого отрицать нельзя. Результатом этого все раненые, выздоровев, рвутся назад в бой. Изредка слышишь только такие замечания по поводу дел 2 и 3 июня. Немножко рано отступили. Уж очень густыми колоннами шел он. Класть его удобно в кучу, значит, бьешь его. Так и валятся. Страсть сколько положили их. За одного нашего три ихних. Один по поводу пики говорит. Уж больно разворачивает она. Японская или наша пуля вывела человека из строя и шабаш. Помер там или в лазарет попал. А на чье счастье пика угодила тот прежде того, как и помрет, христово страдание принять должен. А и жив останется несчастный калека на всю жизнь. От пограничной станции Манчжурия до Харбина почти сплошь железная дорога проходит по землям монголов. Это все прекрасные наездники, угрюмые, но правдивые, прямые люди. Встретили они наших изыскателей угрюмо, выжидательно, но корректно. Были гостеприимны и отказывались брать деньги. Когда не хватило муки, давали в долг. Первая обида была за то, что срубили изыскатели дерево. Но когда монголы объяснили, что это за деревья, и наши обещали их больше не рубить, мир восстановился. Защищаясь от передвижных песков Аргуни, монголы засадили 30 тысяч десятин земли сосновыми деревьями. Эти деревья считаются у них заповедными. Садили их лет 60 назад. В начале постройки монголы принимали участие в работах, но затем не поладили с пограничной стражей, началась война, пришел отряд генерала Орлова, и монголы откочевали вглубь своих степей. Теперь я на всем протяжении не видел ни одного монгола, как, проезжая из Сан-Франциско в Нью-Йорк, не встретил ни одного индейца. Вместо индейцев везде теперь колонисты-американцы, вместо монголов – никого. И прекрасные степи, годные частью под пашню, частью под выгон, теперь пустуют. В этих степях множество дичи, диких коз, озера с рыбой, содовые озера, которые со временем будут, конечно, разрабатываться. И сейчас вываривают из них соду. Выварка эта примитивна, обходится несколько копеек спуда, и получаемая сода заменяет китайцам мыло. Большую будущность обещает добывание охры, желтой и темной. Целые холмы этой темной охры прекрасного качества, без кремнезема. Много каменного угля. На станции Джалай-Нор, второй от станции Манчжурия, добывается уже уголь для железной дороги. Копии эти тут же у станции. Это, правда, бурый уголь, но употребление его выгоднее дров в этой совершенно безлесной местности. В настоящее время железная дорога разрабатывает в четырех местах каменный уголь, которым снабжают всю линию. Производство теперь доводится до 24 миллионов в год, но увеличится и еще больше, и дорога будет снабжать и себя, и флот. В южных копях уголь выше японского. Зависимость монголов от китайцев чисто призрачная. Каждый род управляет со своим князем и старшинами, выборными от народа. Несколько родов выбирают старшего князя и старшин к нему. Несколько старших князей по выбору и старшины составляют верхомное управление страны. А со стороны китайцев генерал-губернатор Диан Дзюнь. Дело сводится здесь к получению какого-нибудь дохода. Главный доход с пахотной земли. Князья обязаны сдавать ее по установленным формальным договорам, и известную часть получают с этой земли китайцы. Князья же предпочитают сдавать землю без договоров и класть все деньги себе в карман. Народ не сочувствует распашке. Она уменьшает площадь выпаханных земель и зорко следит за своими князьями. Нередки доносы китайским властям, расследования и даже смещения князей от решения не от родовых прав, а от власти на время или навсегда. Монгольские князья все от рождения генералы китайской службы носят косо китайское платье, остальное население пока вне влияния китайской жизни. Фиктивность зависимости сказалась во время последней китайской войны. Монголы должны были поставить 60 тысяч всадников, а оружие должно было выдать им китайское правительство. Когда всадники были собраны, им предложили ехать за оружием в Мугден. Мугден – это наша Москва. Монголы заявили, что без оружия они не могут ехать, так как их перебьют и русские войска, и хунхузы, и потребовали, чтобы оружие привезли им на место. Китайцы, не доверяя монголам, оружие им не доставили. И таким образом ничего и не вышло из этого. Несмотря на всю призрачность власти, монголы и этим недовольны. А в настоящее время между ними идет сильное брожение в том смысле, чтобы отделиться от Китая и создать свое самостоятельное государство. Казалось, следовало бы в этом поддержать в удобное время монголов, выговорив право русских всех национальностей покупать землю, селиться и жить по законам хотя бы Харбина. Тогда для русской колонизации открылись бы новые необъятные пространства. И не сомневаюсь, что при надлежащей экономической свободе весь этот край скоро принял бы цветущий, живой вид. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений. Том 6. Петроград. Издание «Товарищество Маркс». 1916 год. Субтитры создавал DimaTorzok